Скрип кроссовок и стук мяча о паркет, судейский свист, крики ребят и громкие команды тренеров. Все это смешалось в одном спортзале. До финальных игр дошли команды школьников из школ 7, 15 и 16. Плюс сборная мальчишек секции баскетбола физкультурно-здоровительного центра. Для маленьких игроков специальный регламент матчей. Все четверти по 8 минут, но первые три четверти через 4 минуты идет замена пятерок. А уже в четвертой четверти играют обычный баскетбол. Оптимальный состав команды третиклассников для этих соревнований – 12 человек. Пятерка на площадке, семеро на скамейке запасных. Ждут своего выхода в игру или замены кого-то из играющей пятерки. В условиях повышенного контроля и мер противоэпидемиологической ситуации игры проходят без присутствия зрителей и болельщиков с выполнением всех правил и рекомендаций контролирующих органов. С командой седьмой школы на финале тренер клуба «Калий баскет». В составе команды есть ребята, которые организованно тренируются с тренерами проекта «Уралкалия» по развитию баскетбола. А есть просто любители этой игры. Конечно, не все в этом возрасте блещут техникой и демонстрируют запредельную ловкость и скорость. Сейчас для мальчишек не это главное. В их возрасте они должны получать главное удовольствие. Если иначе они будут приходить, то ругаться – это ни к чему. Они приходят получать удовольствие, поиграть, повеселиться. А мы уже тренера смотрим, может кого-то присматриваем, берем кого-то на заметку и потом уже привлекаем в основные команды. Тем временем команды 16-й школы и сборная ФОЦ определили победителя полуфинала. Ребята из 16-й школы получают медали за третье место, а сборная ФОЦ уже готовится к предстоящему финалу. И мы пообщались с четвертым номером этой команды. В баскетбол Саша пришел вслед за старшим братом. И вот уже два года в этом виде спорта. Пока мы общались с Сашей, команды школ 7 и 15 размялись и начали игру за выход в финал. И после второго полуфинала в итоговой игре решать судьбу золотых медалей встретились сборная физкультурно-здравительного центра и команда 15-й школы. В упорной борьбе сборная ФОЦ победила и стала лучшей по итогам всех игр этого сезона. Серебряные призеры соответственно школа 15, а бронзовые медали за третье место у команд школ 7 и 16. Мы поздравляем призеров и их наставников. Впереди чемпионов ждет финал четырех, где встретятся команды победителей среди третьих, четвертых классов из Березняков и Соликамска. Желаем юным спортсменам совершенствования своих навыков и техники и новых успехов. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.